Продолжение следует... 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 То есть это все этапы развития разума, ну и возможны будущие этапы развития разума, связанные со снятием ограничений человеческого интеллекта. Давайте начнем с вопроса, что такое разум. Тут проще всего, я хочу дать просто коротенькое, самое емкое определение, чтобы было понятно, о чем речь, не гоняясь за точностью. И проще всего здесь просто подойти от противного. То есть есть какое-то поведение неразумное, а есть разумное. Разум это свойство, атрибут поведения. Поэтому я предлагаю в первом приближении считать разумом, это алгоритм целенаправленного адаптивного поведения. То есть тут каждое слово уже нагружено. Ясно, что разум как-то связан с целенаправленной деятельностью, потому что иначе это просто автомат, заводная игрушка, там нет никакой цели, и там нет следов разума. У разум всегда стремится к чему-то, достичь какие-то цели, но он достигает ее, опять же, не запрограммированным способом, а все препятствия, которые, возможно, попадаются на пути цели, он стремится их обойти. Причем это его поведение, оно заранее, его нельзя предсказать. То есть он может решать какие-то нетривиальные задачи по пути к своей цели. Вот такое интуитивное представление о разумном поведении. Но разум это все-таки не само поведение, это его алгоритм, поэтому появляется слово алгоритм. Как только слово алгоритм появляется, у нас появляется зацепка к тому, чтобы как-то измерять разум. Потому что разум это тоже не бинарное понятие, есть он или нет. Мы же знаем, что есть наши домашние животные, которые тоже в каком-то смысле обладают разумом, но он явно меньше, чем наш. То есть это такое градуальное явление, его надо как-то измерять. Вот я предлагаю измерять сложность разума сложностью поведения, которую этот разум обеспечивает. То есть сложностью алгоритма, который отвечает за это поведение. Вот есть целая теория сложности алгоритмов, развитая Калмогоровым и другими, которая говорит, что можно определить и пользоваться математически точным определением. Сложность как просто длину, минимальную длину описания алгоритма. Потому что алгоритм можно разными способами определить. Иногда это будут какие-то более развернутые, иногда там комментарии, допустим, в код, если это программа вобьете, но это не изменит сути программы. Вот если, ну всегда из всех, из всего множества программ, которые описывает этот алгоритм, всегда найдется минимальная программа. И вот длину эта минимальная программа и называют сложностью алгоритма. И тогда у нас появляется возможность измерять разум и смотреть, как вот эта вот сложность разума развивается во времени. Однако, вот обратите внимание, что я здесь разум написал с маленькой буквы, а разум, эволюция разума, вот в названии доклада, она с большой. Почему? Потому что, ну вот возьмем программу для игры в шахматы. Она с этой точки зрения вполне разумна. То есть и в общем-то, в общем-то в этом есть смысл. Я вот помню, как меня обыграла в первый раз программа. Тогда они только появились, вот такие хорошие компьютеры. Наш институт закупил ваксы американские, и там были программы, вот в частности игры в шахматы. И она меня методично и безжалостно обыграла. Это мне запомнилось надолго, что в общем-то это есть проявление машинного разума, и тут ничего не сделаешь. Я был абсолютно беспомощный. Но с тех пор, конечно, компьютерные программане стали еще гораздо разумнее. Но тем не менее, я знал, что вот эту программу написал человек, ну или люди. И таким образом, ну, я себя успокаивал тем, что, ну, фактически это я сражался не с самой программой, а с людьми, которые ее написали. Вот, и поэтому вот сюда, если мы хотим, чтобы вот разум был с большой буквы, хотелось бы, чтобы этот разум был уж совсем не написан никем, а чтобы он сам развивался. Поэтому я определю разум с большой буквы. Это как самообучающийся алгоритм целенаправленного адаптивного поведения. И здесь вот эта вот самообучающаяся, это тоже слово не пустое, оно именно дает нам путь к исследованию того, как разум появился. Ведь, ну, раньше людей не было, соответственно, не было людей, которые бы писали программы. И вообще не было никого, кто писал бы программы. Значит, если мы хотим разум серьезно исследовать, то мы должны понимать, понимать, что он должен саморазвиваться. То есть это должно быть такое явление самоорганизации. И вот тут вот путь к его изучению дает теория машинного обучения, которая, собственно, и занимается тем, как простые алгоритмы обучения порождают сложные алгоритмы поведения. И это есть, наверное, та ниточка, нити рядный, которая позволит нам понять действительно сложные системы, пользуясь тем, что алгоритм их обучения может быть простой. Вот наш мозг, мозг любого взрослого, ученого, обученного человека, это неимоверно сложная система. Но эта сложность – это плод обучения, длительного обучения этого человека. А алгоритмы его обучения могут быть вполне познаваемые. А человек сам может быть настолько сложным, что конкретно данного человека его понять или познать неимоверно сложно. Но нас будут интересовать именно вот эти алгоритмы обучения. Как только у нас появилось обучение, значит, мы можем рисовать кривую накопления знаний. Что такое обучение? Это накопление знаний, накопление разума. То есть повышение сложности систем разумных со временем – это есть следствие обучения, а процесс обучения – это есть накопление знаний. И вот мы сегодня постараемся нарисовать вот эту вот такую кривую для жизни на Земле, для процесса развития разума на Земле. Наверное, в космосе он встречается еще бесконечное количество раз. Все-таки у нас 10 в 11 звезд в галактике, да еще 10 в 11 галактик на небе. То есть количество миров неимоверно велико. И вот недавнее открытие, там буквально последних нескольких лет, может, десятилетия, о которых тут Сергей Арктурович, наверное, рассказывал, показали, что планеты – это очень распространенное явление. Наверное, почти у каждой системы есть планеты, у большого количества звезд есть планетные системы. Так что разум может встречаться в космосе довольно часто. Но мы будем говорить, конечно, о Земле, просто потому что мы лучше знаем, что здесь происходило. Итак, вот надо расставить цифры по осям, чтобы было понятно, и какие-то опорные точки, что происходило вот по пути развития разума на Земле. Итак, заканчивая вот это вот введение, я по-другому определю то, что я сейчас говорил, и дам самое емкое определение, что разум – это часть природы, научившаяся учиться. Ну и посмотрим, как природа училась учиться. Значит, вот понятно, что где-то там 4 миллиарда лет назад, когда Земля только еще образовалась, была горячая, и из нее только что выбила Луну, и она еще моталась на близких орбитах, и вызывала там громадные приливные волны из магмы. В общем, никакой жизни на Земле не было. А сейчас она явно есть, и, скорее всего, она будет все-таки развиваться разумом. Но постепенно он возник, и сначала он возник в форме жизни, потому что жизнь – это полностью подпадает под то определение разума, которое я сейчас дал. Ну вот мы тогда и начнем с первой формы разума. Что здесь учится? Какая часть природы научилась учиться вот в том явлении, которое мы называем жизнь? Жизнь – это, в общем-то, первая такая цифровая технология, которая возникла, потому что вот все мы знаем, что мы исполняем программы, заложенные на нас генетически, и гены – это есть те самые алгоритмы, в которых записаны все инструкции по тому, как развиваться каждому из нас. Поэтому у нас просто есть пример этой программы, и мы можем измерять сложность и длину этого алгоритма и смотреть, как этот алгоритм развивался. Но какой бы он ни был, процесс обучения, он очень простой. Это дарвиновская эволюция, триада, наследственность, изменчивость, отбор. Наследственность обеспечивается тем, что хитрым образом ДНК сплетена в двойную спираль, где каждая из спиралей комплементарна другой по принципу матрицы. и расплетаясь, она может каждую из вот этих двух спиралей, на каждую из этих спиралей синтезировать из кусочков, которые плавают в растворе, вторую спираль, и таким образом размножаться. Таким образом происходит повышение упорядоченности, если в растворе плавают вот эти четыре буковки, четыре основания, из которых состоит текст ДНК в беспорядке, то потом, когда двойная спираль расплелась, и они сюда сели в нужном порядке, то энтропия, так сказать, понизилась, количество информации возросло, вместо одной ДНК стало две, и раз появились репликаторы, то начинается процесс упорядочения, кристаллизации вот этой информации в растворе. Жизнь могла поэтому появиться только в растворах, и там развивалась. Это естественная, то есть та часть природы, которая могла учиться тогда, это были химические реакции в растворах, богатых органическими веществами, и появление репликаторов, то есть реакций, которые циклически воспроизводят сами себя и способны воспроизводить, это был критическим этапом на пути развития разума. Надо сказать, что вот этот этап, он еще, его теория еще не разработана, то есть это еще, по большому счету, загадка. Вот если говорить, как только появился репликатор, как только пошла эволюция, вот этот отбор из разных копий репликаторов, и выбор наиболее приспособленных, то со времен Дарвина накоплено такое количество материала, подтверждающего вот этот общий алгоритм обучения, что в общем здесь не приходится сомневаться, речь просто идет о каких-то, может быть, деталях, которые нужно прояснить. Но вот процесс возникновения жизни это качественный некий скачок, который до конца еще не объяснен. В последнее время появились интересные мысли, интересные публикации, буквально последние пять лет на эту тему, такие, можно сказать, скачки в понимании. Но загадка, тем не менее, пока, поскольку таких теорий несколько, это значит, что в общем еще истина не найдена. Ну, основная загадка здесь какая, что ДНК сама по себе это очень прочная молекула, она как бы специализируется на прочности. Вот этот вот каркас ее, который, он очень прочный, настолько прочный, что вот когда уже все у нас, все белки распадутся, когда вот любое животное умирает, ну, даже десятки тысяч лет назад, скажем, вот останки неандертальцев находят. Уже ничего органического практически не осталось, а ДНК такие еще можно взять из костей, оно целенькое, оно, конечно, не целенькое, оно порвано космическими лучами очень сильно, и в общем, поэтому надо много материала брать, чтобы вот эти дырки потом статистически восстанавливать. Но, в общем, это очень прочная молекула. Но больше она, кроме как хранить информацию, делать ничего не может. Она не может делать биологическую работу, то есть она не может делать, а это не машинка, а мы все это машинки, белки. То есть это машинки, которые ускоряют, ну, такие микрозаводики, которые такие сборочные цеха из молекул. И вот эти вот манипуляторы на этих сборочных цехах, это белки, это молекулы, которые очень сильно, наоборот, изменяются. Вот поэтому их там ферменты называют, они могут захватывать что-то, переносить что-то, конформационные вот такие, значит, у них изменения, но они недолговечны в силу этого. И поэтому вот есть такое разделение труда, одни молекулы ничего не могут делать, но могут хранить информацию, другие не могут хранить информацию, поскольку они недолговечны, но могут исполнять инструкцию. Вот, но беда, не беда, а загадка состоит в том, что длина белка типичного, это тысяча вот таких вот буквок. И поэтому белок, допустим, вот белок, который расплетает вот эту вот молекулу, она же сама не расплетется, должен быть соответствующий фермент. И этот фермент, чтобы его запрограммировать, нужно не меньше тысячи букв. А тысяча букв случайно возникнуть не может. Это очень невероятное событие, чтобы случайно возникла вот такая вот ДНК, которая кодировала бы вот именно вот такой белок. Один из путей предложен Дмитрием Сергеевичем Чернавским. Это вот профессор из нашего института, из физического института. Он предложил очень интересную теорию, которая там изложена в его книжках по синергетике. Если вам интересно будет, вы можете почитать. Ну, а мы пойдем дальше. Итак, наследственность, изменчивость, отбор. Когда есть репликаторы, есть ошибки в этих репликаторах, то есть есть способ изменять их. И есть борьба между разными формами репликаторов за энергию, за строительные материалы, из которого они состоят. Этого оказывается достаточным, чтобы маленькие сначала репликаторы все время усложнялись, усложнялись по длине. Обычно это происходит потому, что она просто удваивается, вот так вот удлиняется вдвое. Там вроде количество информации при этом не возрастает, но потом каждый из этих половинок развивается по-своему, там накапливаются разные мутации, и потихонечку она уже просто становится в два раза длиннее. И потом еще удвоение, еще удвоение и так далее. Значит, цель вот этого алгоритма, цель жизни какая? Цель жизни выживания. Это почти тавтология, но просто все остальное, все, что этой цели не соответствует, все уходит с траектории. Мы наблюдаем только такую жизнь, которая прошла через все катастрофы, все катаклизмы, которые были на Земле. То есть были времена, когда Земля была покрыта полностью льдом, были времена, когда она разогревалась очень сильно, на нее падали всякие метеориты, поэтому ее заволакивало дымом. Это опять приводило к охлаждению. В общем, много разных происходило событий. И вот на этом графике показано количество родов по геологическим временам. Но геологи предпочитают не абсолютные цифры, а периоды, потому что периоды соответствуют слоям. В основном датировка этих слоев, о ней можно спорить, но то, какой слой выше, какой слой ниже, об этом спорить уже нельзя. Поэтому датировка этих периодов по-любому сохраняется, вне зависимости от абсолютных времен, которые потихонечку, постепенно уточняются. Вот видите, сначала число родов было маленьким. Сначала была вообще одна клетка, потому что кот возник только однажды. Вернее, их, может быть, возникало несколько, но они между собой конкурировали и выиграл все равно один. И все, что происходило дальше, мы все потомки одного существа, одной первичной клетки, первичного организма. И в теорию эволюции у этого организма даже есть имя. Его называют Люка. По-латински это Last Unified Common Ancestor, последний общий предок всех живых. У всех у нас есть общий предок, который жил где-то в районе трех с лишним миллиардов лет назад. И постепенно эволюция приводила к тому, что происходило дифференцирование, появлялись разные виды живых существ. Долгое время это были бактерии. То есть это несколько миллиардов лет, пару миллиардов лет, это были бактерии. И у бактерий было принципиальное ограничение по сложности, потому что они... Все дыхание, всего живого клетки происходит на мембранах. У бактерий есть только внешняя мембрана, которая ее ограничивает. И поэтому энергетика бактерии пропорциональна ее поверхности. А объем, то есть трата энергии пропорциональна объему. Поэтому чем больше бактерия, тем больше ей надо энергии, и тем поверхность ограничивает эту энергию, потому что поверхность растет медленнее, чем объем. Поэтому все бактерии очень маленькие, это микроны, и они не могут вырваться за этот размер. И вот эта энергетика бактерий, она обеспечивает генотип только очень небольшой, потому что расплетание генотипа, ну вот расплетание ДНК тоже требует затрат энергии, и синтез белка требует затрат энергии. И бактерии, они просто принципиально ограничены по сложности. Это быстрые очень существа, то есть они очень быстро реагируют химически, но они не могут усложняться. Принципиально было появление эукариот, так называемых, вот все мы с вами эукариот, это клетки стали, у них появилось ядро, и внутренняя мембрана, и появилась как бы внутренняя энергетика. И поэтому они стали, у них появилась возможность расти, и появилась возможность наращивать генотип и сложность. Вот как только появилось вот это усложнение, появилась возможность сделать сколь угодно сложные клетки, и клетки, разные клетки стали объединяться между собой в организм, и стала возможность закодировать этапы развития организма, И появились многоклеточные организмы, ну и вот началась уже такая жизнь, более похожая на современную. Но до этого, если бы вот не произошло этого второго критического явления, первое это вот когда возник кот, а второе, когда одна бактерия проглотила другую и не переварила. В принципе, бактерии друг друга не глотают, они не едят друг друга. Они не могут, у них вот эта вот оболочка жесткая. Но каким-то образом одна попала в другую. И вот та, которая внутри оказалась, она сейчас превратилась в митохондрию. И у каждого из нас в клетках, в каждой клетке есть много митохондрии. Это вот энергетические станции, которые поддерживают размер наш и вообще всю энергетику дают. У каждого из нас там порядка 8-9 килограммов эритроцитов, если их... Это внутренние бактерии, которые живут внутри наших клеток и дают нам энергию. Значит, ну, я немножечко отвлекся. Давайте пойдем дальше. Вот видите, усложнение, оно иногда прерывалось, вот эти красные печки вниз. Это так называемые великие вымирания. Происходили какие-то катастрофы. Ну, про каждую тут есть свои теории. Вот тут показано, сколько родов вымирало. То есть, какая часть жизни при этом вымирала. Вот самое страшное пермское вымирание, когда 84% родов на Земле исчезло. Осталось 16. То есть, из 100 родов оставалось 16. Это колоссальные такие потери. Но жизнь всегда оправлялась и начинала усложняться, усложняться. И видите, что постепенно разнообразие, несмотря на вот такие сложности, разнообразие постепенно увеличивается. То есть, жизнь в целом усложняется. И усложняется, то есть, как-то разные типы существ, живущих на Земле, притираются друг к другу. И устанавливается такая экологическая, это тоже машинка, которая все сложнее и сложнее, как целая. Вот обратите внимание, что, в общем-то, жизнь, я все время говорю про жизнь, как живое существо, потому что каждый отдельный вид, он сам по себе не живет. Нет ДНК. Если мы возьмем какую-то, не знаю, мышку, поместим ее на Луну, то та программа, которая у нее записана на ДНК, она не будет обеспечивать ей разумное поведение в этих условиях. Она обеспечит разумное поведение только в тех условиях, когда есть поле, пшеница на ней, ну и всякие другие перереквизиты. Поэтому про разум надо говорить, что это разум всей Земли, разум всего живого вещества, то есть это есть некое единое существо, и мы просто переходим там. Вся живая материя, она проходит через разные живые существа многократно, и это и есть биосфера. Значит, вот генетическая вычислительная машинка, как она устроена. Какая ее сложность? Рассмотрим сейчас все-таки одно существо какое-нибудь, важно какое. Значит, сложность ее, это вот С, это, собственно, только длина генотипа. Ну, умножить на 2, потому что, если в битах измерять, потому что генотип состоит из 4 буквок, а не из 2. Ну, этим мы будем сейчас пренебрегать. Просто говорить, что сложность, это вот длина генотипа. То есть это количество как раз вот микроинструкций, которые сюда можно записать. И, соответственно, когда происходит что-то, вот 80% всех генов человеческих, они экспрессируются в мозгу. Что значит экспрессируются? Вот тут вот процесс как раз экспрессирования гена показан, но очень схематично, что вот ген, это кусочек вот этой вот программы, кусочек ДНК, где записана информация вот о каком-то конкретном белке, который вот сейчас, например, надо выработать в мозгу, чтобы запомнить то, что я вам говорю, допустим, у вас выделяются специальные белки, которые укрепляют связи между нейронами. Ну, их много. И вот каждый такой белок, его надо наработать. Как это происходит? В нейрончиках, в ядре расплетается соответствующий кусочек ДНК. Значит, копии снимаются, выходят из ядра, я опускаю детали. Здесь синтезируются на рибосомах белки. Каждые три буковки на ДНК соответствуют какому-то кусочку, звену белка. И вот эта последовательность ДНК переходит в последовательность молекул в белке. И белок синтезируется, такая большая молекула. И он сворачивается потом и превращается в некую машинку. Ну, вот если говорить конкретно про нейрон, то его надо еще транспортировать от того, где он синтезировался, к тому месту, где он будет выделиться. Иногда это большие расстояния, если говорить о нейронах, это сантиметры или десятки сантиметров. Вот эта вот машинка, вот как сложность записи переводится в сложность поведения. Чем больше запишется, тем больше белков может вырабатываться, тем больше видов поведения может быть закодировано, скажем, в мозгу. Теперь скорость обучения. Это скорость обучения, естественно, не этого организма, а именно вот уже генетическая вот эта вот скорость эволюции. Очень характерная цифра, которая нам много скажет, что почему происходит обучение. Потому что какая-то буковка, ну, под влиянием какого-нибудь химического вещества или там под влиянием космической частицы выбивается локально и заменяется какой-то буквой или просто выбивается. Но, как я говорил, уже ДНК очень крепкая молекула. И такое случается нечасто. А если случается, то вообще говоря, есть еще способы починить ее. и все время здесь бегают машинки, которые чинят вот такие поломки. В итоге получается, что вот реально изменяется примерно 10 минус 8 букв. То есть вероятность того, что буква заменится через поколение, 10 минус 8. Нет, нет, это буковка, это вот А, Т, Г, С, вот одно из оснований, то есть к которым записан, к которым записан. То есть это точечная мутация в гене. Это характерно дает на просто понимание времен. Если мы говорим, что самые распространенные существа, они примерно однолетки, скажем, это какие-нибудь насекомые, но больше всего на земле насекомых. Тогда 10 минус 8 букв на ПК, значит 10 минус 8, вероятность измениться какой-то буковки в год, 10 минус 8, это значит требуется 10 в 8 лет, 100 миллионов лет, чтобы каждая буковка имела шанс измениться. То есть чтобы существенно переписать генотип, 100 миллионов лет. 100 миллионов лет – характерное время для того, чтобы существенно изменилась биота на Земле. Но, слава богу, у нас есть это время, ну, было в прошлом, потому что жизнь развивается уже 3 миллиарда лет. То есть таких кусочков по 100 миллионов, там уже там набралось около 30. Поэтому, вообще говоря, вот те буковки, которые у нас остались, это уже существенно отобранный материал, то есть мы уже там хорошо отлаженные машинки. Но, если возвращаться к индивиду, то есть у вот этой генетической машинки, то есть у жизни, как у разума, как у формы разума, вот это ее обучение, но у нее есть время реакции, ее сильно ограничено. Ну, время реакции, это характерное время реакции, скажем, растений или бактерий, ну, или наших гормональных там вещей, то есть это химические реакции. Вот смотрите, скорость расплетания ДНК примерно 100 букв в секунду. Это означает, что если мы хотим один белок синтезировать, то есть как-то ответить химически на раздражение, то, ну, уж по крайней мере, 10 секунд нам нужно. Но это для бактерий, у которых очень плотно записано ДНК, то есть тут нет никакого мусора, а тут прямо вот гены идут сплошняком. У клеток, вот у эукариотов, как у клеток, у которых есть ядра, ну, к которым, вот у нас, да, у нас существенная часть, там 95, там 8 процентов. ДНК – это мусор, ну, как ее называют, мусорная ДНК. Это есть остатки от генов, которые уже не работают, потому что они, значит, поломались. Это есть просто такие вирусные частицы, которые когда-то попались, тоже дремлют или уже тоже поломались. Это есть просто кусочки, которые умеют реплицироваться внутри ДНК и живут как бы сами по себе. То есть, ну, вот реплицируются, они никакой пользы не приносят, но поскольку организм их терпит, поскольку энергетика позволяет иметь очень длинную ДНК, то они там и живут, пользуясь вот тем, что энергия дешевая у кариотов. Поэтому, но они замедляют процесс синтеза, и вот эти характерные времена, синтеза белков, то есть ответа на какое-то внешнее раздражение, это вот минуты все-таки. То есть, если мы хотим быстрее что-то делать, то двигаться в секундном диапазоне, то, к сожалению, вот такая машинка это не позволяет. И вот это мы запомним, потому что ответом на это ограничение стало появление животных. А животные принесли с собой мозг, потому что мозг – это и есть способ управления движением. На временах существенно меньше, чем вот эти вот минуты в субсекундном диапазоне. Ну, пока мы, значит, находимся... Здесь вот мы сейчас уже способны нарисовать вот эту вот кривую сложности организмов. Эта кривая взята вот из книжки Кунина, недавно вышедшей Евгений Кунин, «Логика шанса». Это специалист номер один, считается в эволюционной современной генетике. И фактически это вот такая вот обзор самых последних достижений в этой области. И там, ну, по-простому, если суммировать, то сложность, она сначала возрастала, вот там, начиная там с нескольких миллиардов лет. Но вот со времен выхода на сушу, и вот когда суша была уже завоевана, то, в общем, сложность отдельных организмов практически не менялась. То есть типичные организмы имеют там 10, около 10, порядка 10 тысяч генов, ну и каждый имеет порядка 10 в третий бит на ген, вот такого порядка сложность. То есть 10 в седьмой бит – это, так сказать, разум, то есть это сложность программы, сложность поведения типичного такого живого существа на Земле. Понятно, что это высшие существа, то есть самые сложные, потому что бактерии по-прежнему имеют маленький геном, их много. Вот, ну, это верхняя граница, так сказать, генетическому рамзу. А вот видите, вот верхняя кривая – это на самом деле длина геномов. То есть это длина наименьшей программы описываемой, то есть если выбросить всю мусорную ДНК. А вот это вот, вот длина, например, человеческого генома – 3 миллиарда оснований. Это молекула высотой 2 метра. Вот такой длины молекула – это ДНК, где записана вот наша ДНК человеческая. Но при этом значимая часть гораздо меньше. Вот это вот все, это вот мусорная часть. Хотя она тоже каким-то образом играет и используется клеткой. Вот, поэтому и сейчас, ну, так сказать, многие возражают против того, чтобы называть ее мусорной, но она не кодирует, скажем, белки, не кодирующая, можно называть. Теперь мы говорили про каждый организм. А жизнь – это совокупность всех организмов. Ну, вот будем считать, что все представители одного вида имеют одну и ту же программу. Это не так, конечно, но близко к тому. Скажем, вот каждый человек отличается друг от друга примерно одной тысячной, в каждой тысячной буквы. То есть 999 букв одинаково у сидящих неродственников рядышком, а одна буква отличается. Это вот то различие, которое накоплено. То есть у каждого есть какие-то вариации, потому что мы все разные. Вот, но оно небольшое. А теперь, поэтому, если мы хотим узнать сложность всей жизни, то я предлагаю просто умножить сложность каждого вида, как представителя вот какой-то некой программы выживания, на количество видов на Земле. Количество видов на Земле, ну, известно порядка 10 миллионов, но считается, что их на самом деле около 100 миллионов. Ой, вернее, прошу прощения, известно около миллиона, а считается, что их около 10 миллионов. Больше всего известно насекомых, ну и считается, что их вообще больше всего, намного больше всего. То есть вообще основная часть разнообразия сидит в насекомых. Ну вот, будем считать, что их 10 в седьмой, то есть 10 миллионов видов. И тогда мы можем нарисовать вот первую часть этого графика, развитие разума на Земле, то есть разум присущей жизни, количество знаний о выживании, накопленное в процессе эволюции, оно такое, 10 в седьмой геномов умножить 10 в седьмой бит на геном, получаем 10 в 14 бит. 10 в 14 бит знаний накоплено в процессе биологической эволюции. Если представить себе, что это такое, ну вот терабайтный диск по 100 долларов, вот это вот одна плашечка вот в этом компьютере такая, это 10, это терабайт, то есть 10-12 байт, примерно 10-13 бит. То есть вот 10 таких дисков, в принципе их можно вот в такую вот забить стойку, и это по карману, значит, более-менее каждому, и записать туда вот все вот эти 10-14 бит. То есть, это чтобы было понятно, что вот все эти миллиарды лет, копилось, 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 но в общем-то накопилось, вот много это или мало, это вот столько, 10-14. Так мы рассмотрели жизнь как форму разума, как форму накопления знания, или опыт выживания молекулярных репликаторов. И вот в одном месте я заметил, что жизнь пробовала разные формы выживания, и сложность вот жизни все увеличилась, потому что она разная стратегия. Вот одна из стратегий связана именно с тем, что часть жизни, часть живых существ отказалась от квантовых, так сказать, преобразователей солнечной энергии в биомассу, то есть от хлорофила, отказалась вырабатывать энергию самим, а решила брать ее у других. То есть появились животные, которые стали есть растения, если по-простому. И животные, соответственно, им, чтобы растению двигаться не надо, оно вот где есть, солнце есть всегда, а уже животным надо двигаться. А двигаться, это значит, уже чем кто сильнее двигался, у того было больше шансов, больше шансов найти пищу, больше шансов не стать добычей этой пищи. И отсюда появились нейроны, как тот тип клеток, который обеспечивал движение. Значит, нейрончики появились вот у первых животных, это вот все иллюстрации из книжки Савельева «Происхождение мозга», по-моему, называется. И вот он описывает, как в губках появились первые такие нейрончики, появилась первая нервная система. То есть нейроны – это такие клетки-посредники, которые вот в губках единственные знали информацию о том, что происходит извне, и передавали эту информацию вот всяким ресничкам, которые внутри. Из-за этого получали свою долю, свою пайку. И стали специализироваться на этом, на передаче информации, и научились вытягивать, чтобы передавать ее, вытягивать вот такие свои щупальцы, то есть акционные дендриты, научились связываться друг с другом, передавать информацию друг другу. И появилась возможность запоминать эту информацию, появилась память. Ну вот, и появилась возможность передавать с использованием этой памяти, передавать сигналы и модулировать их. Вот память, это по-прежнему химический процесс, по-прежнему там 5 минут, это характерное там время образования вот этих синапсов, но передача самого сигнала по нервным клеткам, это происходит быстро, это миллисекунды, десятки миллисекунд. И в общем, все это дает возможность управлять поведением вот в таком вот субсекундном диапазоне. И в общем, вот животное, это такой был рывок, и началась гонка вооружений, кто быстрее движется, кто более координированно движется. И вот, ну вот рыбы, вы знаете, в аквариуме там поедают друг друга, почем зря. Это очень такой конкурентная среда. И вот в этой конкурентной среде собственно и стал развиваться мозг, как некое центральное узел центральной нервной системы, который постоянно решает задачку управлением, движением, решая вот эти вот два своих вопроса, что происходит и что делать. Давайте посмотрим информационную составляющую вот такой неросетевой вычислительной машинкой. Итак, нейрон. Память у нейрона хранится в синапсах. Синапс может быть либо сильно связанным, либо слабо связанным. То есть можно считать, что там один, скажем, бит там информации. Может быть несколько. Это не так много. Значит, вот среднее количество синапсов в нейроне в одном. Это 10 в четвертой. То есть есть гигантские нейроны, скажем, в мозжечке нейроны пурки Е-клетки там 10 в пятой у них. Ну, есть нейрончики более простые в среднем. Вот примем вот эту цифру 10 в четвертой. 10 тысяч бит информации может запомнить один нейрон и использовать это при передаче информации другим. Всего в мозгу у человека порядка 10 в десятой нейрончиков. это в коре. Если с учетом мозжечка, то там скорее ближе к 10 в одиннадцатой. Но вот сейчас мы ограничимся корой, где память вся сидит. И таким образом приходим 10 в пятнадцатой. надо понимать, что все-таки все вот эти вычисления здесь с точностью до порядков. Не надо очень так серьезно относиться, потому что всегда может плюс-минус десятка она может гулять. Нам это не очень важно, потому что даже вот эти порядки о многом говорят. не зря же эти нейрончики у нас в мозгу появились, они появились, чтобы учиться. Поэтому скорость обучения мы можем взять просто поделив всю память на продолжительность нашей жизни. И тогда мы получим это примерно 10 в девятой, чуть-чуть побольше, несколько миллиардов секунд. Вот 10 в пятнадцатый бит мы узнаем примерно за несколько миллиардов и получается порядка 10 в шестой бит в секунду. Это вот такой вот примерно это скорость, которой там передается зрительная информация. То есть вся зрительная информация она понятно, что основная часть вот этой информации она запоминается в таких в низших отделах мозга, а вот те отделы мозга, которые отвечают за оценку, за планирование, за разумное поведение, за речь, там скорость обучения меньше, и мы ее тоже вычислим чуть попозже. Это скорость обучения поведению. Такой скорость все учится лыжник, скажем, кататься на горных лыжах. Значит, если мы нарисуем теперь и сравним сложность, которую мы получаем генетически и сложность, которую мы получаем в процессе жизни путем обучения нервностям, то окажется, что вторая существенно больше, уже там несколько сотен миллионов лет, информация, получаемая при жизни, гораздо больше, чем информация, получаемая генетически. В этом и состоит преимущество нервной системы, в этом состоит ее приспособительное качество, ее приспособительная функция. Но вот это множество порядков величин, видите. Итак, мозг. Это накопление опыта, управление движением в целях выживания. Теперь человеческий разум. Все-таки человеческий мозг, он как машинка, он как физиологическая машина, он не сильно отличается от мозга других приматов. Это я пытался показать в других лекциях. Но тем не менее, человек как вид качественно отличается от, скажем, других приматов. Ну, просто по количеству, если мы возьмем, количество там шимпанзе, там, оно измеряется, там, может быть, сотнями тысяч, там, а нас все-таки 7 миллиардов. То есть, это гигантское различие, ну, и даже по степени влияния на биосферу, мы там заменили собой около 100 тысяч видов, вытеснив их, то есть, мы занимаем ресурсы, которые обычно, то есть, мы явно доминируем. Почему? Понятно, что от мозга, но раз мозг отличается всего в 4 раза от, там, мозга шимпанзе, но отчисленность не в 4 раза, она там больше, чем на 4 порядка, на 5 порядков, на 6 отличается. Значит, в чем отличие, где здесь зарыта собака? Отличие, вот я попытался вот на этой картинке показать. Вот, допустим, возьмем нашего предка 100 тысяч лет назад и предка шимпанзе 100 тысяч лет назад. Шимпанзе, а вот это вот знание, которое накоплено в течение жизни, потом шимпанзе умирает, но у нее есть дочка, она опять накапливает эти же знания, умирает у нее есть дочка, и вот так вот идет на протяжении сотен тысяч лет и миллионов. Индивидуально накапливается очень много знаний, но они всегда теряются при каждой смерти. А вот небольшое отличие, то есть, допустим, это про человек, он тоже, конечно же, накапливает гораздо больше знаний, ну, вернее так, он, все, что он накопил, почти все, что он накопил, умирает с ним, то есть, очень много индивидуальных знаний, индивидуальных умений, там, наша походка, наша интонация, разговоров, все, как бы, весь наш внешний вид пропадает, но часть знаний человек успевает передать за счет языка, и эта часть, она маленькая, это там миллиардная часть там, из всех там знаний, но тем не менее, она накапливается, 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 каждый человек в копилочку бросает по копеечке, и в целом оказывается, что знания, накопленные человечеством, они накапливаются, вот смотрите, вот наклон вот этой кривой, скорость накопления общих знаний, он гораздо меньше, чем наклон вот этой кривой, вот этот наклон мы вычислили, это 10 в 6 бит в секунду, а вот этот наклон, он гораздо меньше, тем не менее, Поскольку на Земле жило уже порядка 100 миллиардов людей, если проинтегрировать за всю историю человечества, то 100 миллиардов людей накопили таки некоторый запас. И давайте попробуем оценить этот запас. Запас человеческих знаний, накопленных людьми. Как он накапливается? Очень похоже к тому. Человеческий разум, я хочу подчеркнуть еще эту мысль, он отличается от разума животного тем, что там есть репликаторы, которые переходят от человека к человеку. Это идеи, их можно так назвать, их мемы иногда называют. В общем, этой науки еще нет, в общем-то, о том, как происходит, как с точки зрения идей производят развитие человечества. Ну, можно считать, что история или культурология там, это вот такая наука. Просто там не подчеркнуто, что, в общем, здесь есть полная аналогия с обычной эволюцией. То есть, есть некие вирусы мозга, которые живут в мозгу. Это есть какие-то идеи, способные переходить между людьми. А внутри людей они изменяются, потому что взаимодействуют с другими идеями, которые уже здесь живут. Рождаются новые идеи. Эти идеи начинают конкурировать между собой. За что? Вот за наш субстрат, за мозги, которые есть. Это конкуренция, мы видим вокруг себя там, в школьных программах, в газетных вырезках везде. Это такая наша жизнь. И вот таким образом развивается и накапливается знание путем накопления неких идей, которые какие-то из них выдерживают проверку времени, какие-то притираются друг другом. И так же, как гены, они очень разные в разных существах, и комплексы идей, они тоже очень разные, и для одной профессии годны одни комплексы идей, так сказать, один генотип мышления, а для других профессий другой. Поэтому нельзя сказать, что есть просто абсолютно правильная точка зрения, как нельзя сказать, что есть абсолютно правильное животное. Так, сколько же мы, сколько же знаний циркулирует вот в нашей наосфере, как я называл. Значит, давайте подойдем к этому так. Вот человек в день может услышать сто тысяч слов. Ну, будем считать, что он их всех так или иначе запоминает. Хотя это, конечно, не так, но мы сейчас примерно, конечно, все это с точностью до порядков оцениваем. Значит, и вот он в течение там 10 лет активно учится, эта школа. Ну, то есть, конечно, он учится и потом, но мы вспомнили, что здесь мы там немножечко перебрали, значит, здесь нужно немножечко недобрать, чтобы быть ближе к истине. Тогда вот примерно характерное число будет 10 десятый бит. Это количество знаний, которые человек в течение жизни своей набрал. Сколько же, значит, есть знаний в человечестве? Ну, мы можем поступить совсем просто, умножить на количество людей на Земле. Но, в общем, это будет, наверное, перебор, потому что, ну, нельзя сказать, что все люди разные, потому что именно мы живем все в одинаковой среде, и очень большое перекрытие идей, иначе мы не могли бы общаться. То есть, очень много общих идей, поэтому лучше, наверное, поступить следующим образом. Вот есть профессии, ведь человек, это вот человеческое мышление, человеческий разум, фактически это вот способ, это как бы мануал для управления неорганическим телом человечества. То есть, вот всей экономикой, всеми машинами, которые есть, всеми способами производства. И, соответственно, вот эти профессиональные знания, это то, что обеспечивает наш уровень жизни, они где-то сидят. Вот и у каждой профессии есть вот свой канон знаний, который необходимо, чтобы этой профессией владеть. Будем считать, что профессия – это аналог вида. То есть, так же, как, вот, скажем, есть вид собаки, вид, там, кошки, там. А вот так же есть, там, профессия, там, не знаю, маляра, профессия, там, компьютерщика. И вот, исходя из этой аналогии тогда, вот в мире примерно 10 в пятой профессии, согласно данным из Гугла. Ну, вот 10 в пятой профессии умножим на 10 в десятый бит, который каждый представитель профессии имеет. И тогда мы получим 10 в пятнадцатый бит. Можно поступить по-другому. Опять же, в соответствии с данными Гугла, в мире накоплено 10 в восьмой книг. Ну, то есть, 100 миллионов книг вообще написано когда-то, разных, естественно. Поскольку Гугл их оцифровывает, все, он знает эти данные хорошо. Средний размер книжки – это, там, где-то мегабайт или 10 в седьмой бит. Ну, и вот мы опять приходим, 10 в восьмой на 10 в седьмой умножим. Вот опять приходим к этой цифре, 10 в пятнадцатый. Это, понятно, что это нижняя граница. Ну, в книгах написано вот столько, да. Ну, еще сколько-то написано в научных журналах, еще сколько-то хранится, просто передается из поколения в поколение, не записано. Ну, вот эта нижняя граница, тем не менее, Дело в том, что уже она, уже на порядок превышает знания, накопленные жизнью. Я хочу сказать, что, подчеркнуть мысль, что человечество накопило больше знаний, чем жизнь за 3 с лишним миллиарда лет эволюции. Человечество за каких-то, там, ну, несколько десятков тысяч лет накопило больше знаний. В основном, конечно, в последние годы. Сдержание этих знаний – это вот этот коллективный опыт выживания, тоже, но уже отдельного вида, вот нашего, путем разделения труда, вот на те самые, там, множество тысяч профессий, каждая из которых владеет, накапливает свою цепочку знаний. И это очень важно. Чем выше степень разделения труда, тем выше, тем больше знаний накоплено, и тем выше уровень жизни, тем выше, то, что называть, ВВП на душу населения. А знания эти для использования различных орудий, машин, там, источников энергии, механизмов. То есть это знания для управления, вот есть очень хорошее выражение у Маркса, которое мне нравится, неорганическое тело человечества. Есть там у ракушек, там, какой-то там домик, там, или там панцири. Вот у человека есть неорганическое тело, это вот все, это все дома, все орудия труда, и чтобы им управлять, поддерживать вот эту вот жизнь в десяти, там, в десятой людей на Земле. Нужно иметь очень большое количество знаний. Если это количество знаний уменьшится, то произойдет катастрофа, количество людей тоже уменьшится в соответствии. Итак, мы теперь готовы продолжить рисование вот этой кривой. Итак, вот кривая, которую мы нарисовали, это знания, накопленные жизнью, а вот это знания накоплены другим типом репликаторов. То есть это химические репликаторы в биологических растворах, а это репликаторы информационные, которые живут в мозгах отдельного вида живых существ. И вот эти репликаторы вторые, они более шустрые, то есть гораздо более шустрые, потому что скорость обучения, их намного порядков больше, чем скорость обучения вот этих репликаторов. И поэтому соответствующее количество знаний накоплено за гораздо более короткий промежуток времени, несколько десятков тысяч лет. Причем эти знания уже превышают как минимум на порядок, как мы увидели, знания накопленные жизнью. Так, человеческий разум – это опыт коллективного выживания отдельного вида, который выбрал свои стратегии управления машинами, орудиями. Вот машины здесь, это как бы критично, потому что орудия – это нечто там, очень простое дополнение там вашего тела, потом они усложнялись, усложнялись, стали уже более сложными механическими машинами, а потом они стали электрическими машинами. И сейчас эта часть вот нашей цивилизации, электрические машины, они становятся настолько уже многочисленными, дешевыми и пронизывают нашу жизнь настолько сильно, что в общем фактически появляется средой для нового типа репликаторов. Репликаторов, которые будут жить уже вот в этом, в Кремнии, а не в мозгу. То есть история, похоже, повторяется, и вот то, что когда-то было появление нового типа репликаторов, живущих в другой среде, более шустрых, чем предыдущие, сейчас повторяется у нас на глазах заново. И вот это, собственно, то явление, чем занимается искусственный интеллект. Ну, говоря о искусственном интеллекте, первый вообще вопрос, который возникает, а зачем он нужен, если он нас должен заменить? Давайте его просто не делать и успокоимся. Ну, похоже, так не получится. Значит, вот зачем он нужен? Я постараюсь сейчас показать, что вот кризис, который вот сейчас наблюдается, он, похоже, не циклический кризис, а кризис, связанный с тем, что жизнь стала настолько сложной, что люди уткнулись в барьер сложности. То есть сложность, то количество знаний, которое необходимо для управления современной экономикой, современной жизнью, оно начинает упираться в границы возможностей человека. Как это можно увидеть? Значит, вот, если посмотреть, вот, значит, уже не в двойных геометрических осях, то есть, ну, не важно в каких осях, важно, что количество знаний растет, как, ну, нарастает стремительно, его можно вот примерно охарактеризовать таким законом, как вот такая гипербола в квадрате. Это, значит, вот я рекомендую книжку «Гиперболический рост в живой природе и обществе». Это Маркин и... Забыл. Ну, неважно. Вы в гугле посмотрите. Значит, это сборник статей, где показано, ну, вот эти идеи еще там можно укапиться, прочитать, что вот население Земли растет примерно вот по такому закону. Это впервые появилось в одном физическом журнале, в статье под названием «Конец света 2020-м каком-то году, 13-го там какого-то апреля в пятницу». То есть, ну, понятно, что 13-го апреля в пятницу это для прикола. А что было сделано в этой статье? В этой статье были просто собраны данные о народонаселении из многих источников на большом промежутке времени и показано, что это гипербола. Но всякая гипербола уходит в бесконечность когда-то. Вот это вот когда-то был какой-то 2000-какой-то год. И, ну, с тех пор вот много говорится об этом гиперболическом законе. А ВВП, то есть все блага, которые там люди зарабатывают в расчете на человека, растет по такому же закону. То есть ВВП растет как вот это вот, как время, как гипербола в квадрате. То, что я нарисовал на предыдущем слайде. А поскольку ВВП, как я говорил уже, это и следствие знаний, потому что мы ничем, собственно, физически не отличаемся от там кроманьонцев, кроме содержания своих, кроме накопленных знаний. Потому что физически мы ничем не отличаемся. И все вот это ВВП, вся наша способность производить блага, это есть следствие знаний. То есть можно сказать, что он пропорционально тем знаниям, которых мы есть. И отсюда следует, что количество знаний, которые приходятся на одного человека, растет. Растет с количеством людей на земле. И значит, в какой-то момент мы должны, просто обязаны упереться. Ну, то есть, понятно, что каждый-то человек может запомнить только 10 в десятый бит. А здесь мы имеем гиперболу. Количество людей все увеличивается, увеличивается. Вот это вот. И знания, приходящиеся на человека, должны расти бесконечно. А оно не растет. И вот если мы начнем, вот начиная с 2000 года, оказывается, вот на этой гиперболе появился перелом. Впервые в 2000 году скорость роста замедлилась. И вот если продолжить эту кривую, там, кладка, то мы должны выйти где-то на 10 миллиардов людей, там, где-то в середине этого тысячелетия, в середине этого века. И вот это замедление, оно неспроста. Оно как раз совпало вот с этим кризисом, о котором много говорят. То есть гипотеза моя, это гипотеза, конечно, что мы уткнулись вот в то ограничение, в то ограничение, присущее каждому человеку, каждый человек не может учиться вечно. Вот скорость его обучения такая. Учиться он может, ну, сколько-то там лет. Конечно, он может чуть подольше, но это не без... нельзя увеличивать это время в десятки раз. И значит, каждый человек ограничен, а вот тот рост, к которому мы привыкли, когда каждое следующее поколение живет вдвое лучше, чем предыдущее. И мы ожидаем этого в будущем, а у нас не получается, то, скорее всего, потому, что уже мы не можем так быстро учиться, наших знаний не хватает. Мы видим следы этого повсюду. Вот смотрите, давайте прикинем. Если раньше человек учился, ну, вот раньше, я имею в виду, допустим, взять там 200 лет или 100 лет назад, когда еще основное население земли было аграрным. Ну, для аграрного труда учиться много не надо. То есть вот ребятишки там уже там с 10 лет начинали бегать там, собирать там колоски там или там и уже помогать по дому и, в общем-то, осваивали, ну, скажем, в 15 годах осваивали там все вот это вот, все знания необходимые для жизни. И потом всю остальную жизнь, они работали, и каждый из них, то есть, приносил доход, то есть их кормили, пока они еще там ничему не научились, но это было о мало от их жизни. А все остальное время они отдавали, то есть они приносили то самый добавочный продукт. А теперь возьмем типичного человека городского сейчас, который должен 20 лет учиться, потом он 40 лет работает, а потом еще 20 лет живет на пенсии. То есть каждого человека кормят, когда он живет на пенсии, 20 лет, когда он учится, 20 лет. То есть 40 лет его кормят, а 40 лет он отдает. То есть вот уже вот эти сравнимые времена, когда человек приносит какой-то прибавочный продукт, когда он пользуется прибавочным продуктом, который другие приносят. И, в общем-то, сейчас кризис вот этот, связанный с пенсионными накоплениями, он везде, по всей земле, во всех государствах, никто не может его разрешить. Это есть следствие вот этого вот того, что вот 20 лет в среднем надо человеку учить. На самом деле больше, потому что люди сейчас уже меняют профессии по несколько раз за свою трудовую жизнь. Каждый раз они должны внутри вот этого 40-летнего промежутка, когда они работают, тоже учиться и переучиваться. И тоже это должно оплачиваться другими. То есть все похоже именно сводится к тому, что количество знаний, которые должен обладать средний типовой человек с высшим образованием, которое сейчас тоже становится типовым, оно есть, ну, некий потолок есть здесь. И поэтому есть потолок в том, ну, в средней производительности труда. а значит, вот наши ожидания, что наши дети еще будут жить тоже в два раза лучше, чем мы, они перестают сбываться и нам некомфортно. Мы начинаем экономить, ну, и вот кризис таким образом, вот он ползучим, значит, он все время, он не заканчивается, он такой длительный, это системный кризис. Значит, вот смотрите, какой может быть выход из этого кризиса. Давайте оценим скорость использования знаний одного человека, то есть производительность знаний одного человека. Вот, допустим, человек, знание 10, десятый бит накопил, это его знание, и он 10 раз в секунду, характерные циклы в мозгу, это вот несколько раз, это там 10, 20 там герц. Скорость принятия решений несколько раз в секунду. И вот при каждом вот таком принятии решений вы используете, допустим, все свои знания, ну, что похоже на правду, потому что мозг это параллельная машинка, ассоциативная, она работает вот как целая, она высвечивает все знания, которые у человека есть. Не все они нужны, может быть, даже в данный конкретный момент, но когда надо, они подключаются. Вот тогда мы получим 10 в 11 бит в секунду, это вот как бы наша вычислительная машинка, то есть это уже вот в таких, в таких единицах измеряет производительность компьютеров. человек как компьютер имеет производительность на 10 в 11 бит в секунду. Это достаточно много, то есть мы когда-то там, я помню, там были Супер-ЭВМ, БЭСМ, там 6, это был миллион операций в секунду, потом появились Крей, которые миллиард операций в секунду, они были очень дорогие, и это все-таки было 10 в 9, а тут 10 в 11, то есть человек был заметно выше, и вот все эти компьютеры дорогие и менее производительные, чем человек, ими можно было пренебречь как экономической силой, они не представляли себя экономическую силу, но время идет, и есть так называемый закон Мура, что производительность компьютеров увеличивается достаточно быстро, ну то есть где-то там оттваивается за полтора года по разным параметрам, это полтора-два года, и рано или поздно компьютеры должны уткнуться вот в этот 10 в 11, ну вернее как, вот тут вот тут график, это сколько бит в секунду можно купить за тысячу долларов, и вот видно, что сейчас, вот прямо вот сейчас, за тысячу долларов можно уже купить машинку по производительности равная человеку. когда-то вот вот эти вот были 10, ну вот Бесмы были, ну Бесмы были еще вот где-то здесь, там, Крей были, вот я помню, там в 80-м, нет, 90-м я ездил в лабораторию, где стоял Крей в Ливерморе, значит, но он, он, это были миллиарды операций в секунду, но он и стоил дорого, тогда можно было купить 10 в 6, то что называется в магазине за тысячу долларов, машинку, вот когда 10 в 7 стало можно купить, это, что такое 10 в 7, это картинка 10 в 6, да, то есть там тысяча на тысячу пикселей, которая 10 раз в секунду, там, или 20 раз в секунду обновляется, это есть графический интерфейс, как только его стало можно купить за разумные деньги, у вас работа с компьютерами сильно изменилась, если раньше это были печатные машинки, консоли, перфокарты, то сейчас это после перехода на графический интерфейс, это совершенно другой мир, это сети, это ютьюбы, это фейсбуки, такой, значит, это мультимедиа, но этот мультимедиа мир, тем не менее, он кажется нам таким совершенным, но компьютеры там играют абсолютно такую рабскую роль, они просто передают, как каналы, биты, хранят их и передают, хранят и передают, не понимая, то есть они не преобразуют ничего, они просто перекодируют из одной формы в другую, то есть вот вся, и поэтому вся та мощь компьютеров, которая сейчас доступна, а ведь каждый из них может, грубо говоря, обладать знаниями примерно человека, то есть использовать, то есть они простаивают, вот любой компьютер, который вот сейчас вот с него показывает картинку, он показывает картинку, и он работает на ничтожную часть своей мощности, денег на него затрачено, а из него можно было, он мог бы работать как человек, то есть у нас есть еще одно там человечество, сейчас компьютеров уже примерно столько же, сколько людей, чуть побольше, и у нас есть вот такая вот производительная сила, которая может работать, мыслить, ну как мыслить, участвовать вот в этих производительных силах и преодолеть вот тот самый кризис, который вокруг нас, то есть это самое неиспользуемое ресурс на планете сейчас, это компьютеры, неиспользуемые, потому что мы не умеем их готовить, как сказано в какой-то репутации. Ну вот тут я показал, что вот есть вот чип, который террафлоп, и стоит он 3000 долларов, и он уже доступен на рынке, и вот их бы заставить работать, не просто видео показывать, а думать, но не умеем пока. Значит, ну вот прежде чем мы не ушли вот отсюда, я хочу сказать, что всякий раз, когда мы проходим значимый какой-то переломный момент, то что-то сильно меняется. Вот работа с компьютерами сильно изменилась, когда мы перешли черту там 10 в 7 бит в секунду за 1000 долларов, сейчас мы переходим очередной вот такой вот очередной этап 10 в 11 бит в секунду, и опять что-то должно измениться. Компьютеры должны перестать быть вот такой вот трубой, перекодировщиком, коммуникатором, а должны начать думать, а чтобы начать думать, их надо научить думать. И вот я возвращаюсь к началу, что как научить думать. Алгоритмы обучения могут быть простые, а вот результат обучения может быть сложный, поэтому если бы компьютеры все время учились, то они умели бы решать очень сложные задачи. и вот сейчас мы должны перейти вот в эту следующую стадию развития информационных технологий и на протяжении 15 следующих лет это будет освоение искусственного разума, который должен появиться в районе 30-го года, если сохранится скорость развития вычислительной техники. Почему? Потому что вот это 10-15-й помните, мы оценивали верхняя граница емкость человеческого мозга, то есть вот это производительность всего мозга, не знаний накопленных общих, а вообще знаний индивидуальных, то есть это то, чему мы учимся индивидуально, на лыжах кататься, в хоккей играть, то есть к этому году компьютеры должны в хоккей играть гораздо более ловко, чем люди, при этом обмениваясь по Wi-Fi или что там тогда будет уже не Wi-Fi, а следующее поколение Wi-Fi информация, то есть это будет команда, которая фактически представляет из себя коллективный разум и каждый из игроков будет там, не знаю, эспозита какой-нибудь, то есть это совсем другой мир и стоить будут эти искусственные игроки там хоккей, футбол, дворники ну совсем другие деньги. Соответственно представьте теперь себя, ну не себя, а своих детей вот в это время и как они будут конкурировать на рынке труда и что они будут делать. Но тем не менее, видимо, это неизбежно и вот сейчас вот этот переход от того, что как до сих пор развивались компьютеры, как они будут развиваться, это переход надо избавиться от узкого места, программистов, вернее программисты, это они должны быть, но программисты должны перестать программировать алгоритмы, они должны начать программировать алгоритмы обучения, чтобы компьютеры сами обучались решать сложные задачи. При этом программист, он не знает решение этой сложной задачи, он даже его и не узнает никогда, но он может научить компьютер решать эту задачу путем обучения. Вот это то, с чего я начинал пока мы не зашьем это тонкое место ничего у нас не получится ну а когда получится то мы получим но новые репликатор новую среду новый тип репликаторов и новые времена характерные по которым на набираются знания и эти знания будут набираться но там в миллионы раз быстрее чем может обучаться человек и человечество поскольку все это будет конечно коллективный разум вот этот искусственный разум он отличается от человеческого будет отличаться но вот люди они не внутри то себе они скорость коммуникации между нами ну она достаточно медленная а скорость коммуникации между между искусственными так сказать с программами она сравнима со скоростью их исполнения внутри поэтому это вот получается такая мыслящая сеть ну это вот и есть такой куба вывод из того что мы сегодня вот вышли так взглянули на разум извне посмотрели что разум это не обязательно следствие человеческого мозга что это более широкое явление посмотрели как он развивался увидели что вот главное это скорость обучения скорость обучения определяет объем знаний объем знаний определяет сложность поведения и вот мы видим что гены и идеи они раз размножаются но со скоростью работают со скоростями намного порядков меньше чем с к характерной скорости вот в компьютерах компьютерах это вот вот такие вот скорости 10 10 бит в секунду вот то что то что мы сегодня имеем рутинные компьютеры таким образом искусственный интеллект это пред преодоление с пол способ преодоления сложностей нашего разума который ну с которым который мы должны сделать чтобы жить лучше но с которым нам придется как-то жить дальше и как как жить дальше в этом это есть большая проблема которой надо говорить вот но я подытоживаю кратко повторю и так суть разума это накопление опыта в процессе обучения жизнь это тоже форма разума это накопление опыта выживания молекулярных репликаторов то есть тех то есть она могла зародиться только в бульоне только в растворах только в молекулярной вот таком вот виде тем не менее пока она когда она возникла и стала расширяться и заполнять все возможные исследовать все возможные формы выживания возникли животные которые которые нарастили мозг как способ как способ управлять но как способ выживания в общем то и этот мозг тоже начал развиваться 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 и для одного из видов животных стал настолько большим что там смогли поместиться новый тип репликаторов это язык и коллективный разум это стало развиваться 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 этот коллективный разум стал развиваться для того чтобы делать все новые новые типы машин и вот для одного из видов машин возникла возможность зарождения разума уже в этой, в новой форме, в форме электронной. Все, спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Когда пришли ребята в 2000 году, то окружающие не помогали им. И они так остались кто на уровне шофера, кто на уровне кого. Вот как сделать так, чтобы вот эти знания просто изменились? Не знания, а вот предметы изменились. Ну, если, в общем, если, как я понял вопрос, как увеличить эффективность обучения? Я думаю, что это главный вопрос вообще современности. Это следует из того, что я говорил. У нас система образования, она очень консервативна. В общем-то, мы учимся в классах, учителя. Это все зарождалось в средние века, в университетах в первых. И это, конечно же, очень консервативная система. Она должна измениться. Она должна измениться, она меняется, динамично меняется. И ростки там, новые системы, и их можно уже увидеть. Они как раз это самые быстро растущие там стартапы и так далее. Но начнем с того, что, во-первых, появляется система повторного образования, непрерывного. То есть человек теперь учится практически всегда. Ну, каждые там пять лет он должен закончить какие-то там новые курсы. И чтобы иметь возможность продолжать свою карьеру, значит, непрерывное образование заменяет... То есть нельзя вот просто кончить университет, получить какую-то корочку, и потом всю жизнь вот этой корочкой, значит, пользоваться. Приходится меняться вот на протяжении всей трудовой деятельности. Если же говорить, и сейчас вот эта форма повторного образования, она активна... Это хороший бизнес. Это очень много всяких специализированных курсов. И очень много фирм, которые специализируются вот на таких курсах. Значит, если говорить про детское образование, или даже, ну, давайте тогда вот от профессионального образования к высшему образованию спустимся там, очень большую роль сейчас, конечно, будет играть интернет. Потому что все крупные университеты выкладывают лекции всех своих профессоров бесплатный доступ. И, в общем-то, сейчас каждый, кто знает английский... То есть вот в школе нужно учить английский хорошо, как минимум и как самое главное, наверное. После этого каждый, кто знает английский, может получить образование не хуже, чем какой-то там ученик Гарварда или там Стэнфорда или там MIT. Потому что все эти лекции выложены, их можно слушать, смотреть. Есть курсера такой, значит, там можно получать образование уже. То есть слушать курсы, сдавать экзамены и получать там сертификаты. И если спускаться еще ниже, дошкольного образования, скажем, то там тоже появляются очень эффективные способы образования. Есть, например, такой Khan Academy. Она так и пишется. Khan Academy.com, по-моему. Это индиец, который был там теоретиком, работал в Штатах, потом работал где-то в банке, а потом стал своим племянником из Индии и там объяснять какие-то тонкие моменты. Поскольку там была временная разница, то он просто записывал коротенькие такие уроки. И вот со временем они стали, стал публиковать их в интернет. И потом это стало настолько популярно в Индии, что он бросил всю остальную работу, занялся только этим. И сейчас это Khan Academy. Там уж сколько миллионов, я не знаю, людей учатся и учатся. Там и Билл Гейтс там его поддерживает. Это коротенькие модули. Каждый человек выбирает себе сам последовательность этих модулей и глотает их потихонечку. Там проходят какие-то тесты и может выбирать индивидуальную академию, значит, и траекторию образования. Вот такие системы образования, потом он внедрил это в нескольких школах, уже там в нескольких районах, по-моему, Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, я уж сейчас не помню. Но важно, что вот эта система расползается уже в обычные школы. Там софт, соответственно, еще создан, что каждый человек идет по индивидуальной программе. Учитель просто видит графики исполнения разных модулей разными учениками, видит, кто отстает, может с нему обратиться с помощью, либо к нему могут обратиться. Учитель работает очень эффективно. Он, с одной стороны, индивидуально работает, с другой стороны, точечно. То есть вот эти лекции, это уже изжившая из себя форма, когда учитель выступает перед 30 учениками. Уже сейчас, если это хороший учитель, он может выступать перед миллионами людей с помощью интернета. А каждый учитель может индивидуально работать с учениками очень эффективно. Я думаю, что такие системы, я не думаю, я просто знаю, что это очень быстро развивающаяся отрасль бизнеса и жизни. Просто потому, что это действительно востребовано. И вот сейчас, вот смотрите, был миллиард, вот золотой миллиард, который там страдает ожирением, и там несколько миллиардов, которые недоедают и страдают от голода. Сейчас вот возникает там серебряный миллиард или два миллиарда, значит, быстро развивающийся мир, они имеют уже возможность получить образование. А у них, собственно, это единственная возможность. Они не могут поступить в Гарвард массово. Но они могут получить вот образование таким образом и существенно повысить количество образованных людей в мире в целом. Ну, и, соответственно, повысит конкурентоспособность всех образованных, там, среди образованных людей тоже. А вот скажите, пожалуйста, значит, я слышала передачу, что в 91-м году авторских школ было очень много, а сейчас они сведены на нет. И получается, что, короче говоря, образование подстригли под одну гребенку. Вы-то, ну, как говорится, пропагандируете вот своими лекциями то, что нужно по-другому менять все это. Нужно по-другому менять все это. Я полностью согласен. Но я думаю, что просто жизнь никак развивается. Вместо того, чтобы бороться с ветряными мельницами, надо параллельно просто делать правильную структуру. И жизнь уйдет туда. Я думаю, что будет так. Не путем революции. Вы сказали, что жизнь – это разум. Иметь цель – это выживание. Да. Хороший вопрос. Я думаю, что эта цель должна быть, ну, раз мы его делаем, то это должна быть цель выживания для нас. Ну, вот, логично, скажем. На самом деле, хороший вопрос. Я так серьезно не думал, но было бы логично, чтобы нас уважали после того, как наши дети, вот эти искусственные, будут много умнее нас. А ваши лекции эти будут выложены в интернете? Не знаю. Будут? И так, значит, там сбили меня. Высказывается такая мысль, что роль человечества как раз в том и заключается, что мы, человечество, создает искусственный интеллект, а дальше уже эволюционирует интеллект как таковой. То есть эволюция пойдет по изменению уже искусственного интеллекта. А человечество как таковое, значит, все, прекратит. Смысл его жизни здесь будет закончен. Ну вот, это вот как раз такая мысль. Да, то есть, ну, ведь всегда решение очередной проблемы порождает там очередную проблему. И так все и развивается. Да. Ну, вот шахматы развивались там тысячи лет, да, и как шахматная мысль развивалась, и люди все лучше и лучше играли. А потом раз, и оказалось, что компьютеры сейчас играют в шахматы лучше. И как, ну, вот кончилась эта игра для людей или нет. Ну, вот как-то находят способы, способы получать удовольствие от шахмат, тем не менее. Например, коллективные там сейчас соревнования устраивают, активы с машинами борются и так далее. Но, вообще говоря, вот эта проблема была поставлена еще Станиславом Лемом очень так остро в каких-то там 70-х годах, не помню, когда вышла книжка, сумма технологий, где стоит именно вот эта проблема. Допустим, все проблемы материальные для человека разрешены. Да, то есть вот есть вот искусственный разум, он как-то там, он производит все, роботы производят все, значит, все, что необходимо для жизни человечества. Чем оно займется? И все решения, которые там предложены, они, в общем-то, и из области развлечений. Ну, это вот мы сейчас видим, индустрия развлечений расцветает пышным цветом по мере того, как можно не очень сильно трудиться, чтобы хорошо жить. А разум, он как бы не сводится к развлечениям, он будет развиваться. То есть он наверняка будет развиваться как-то дальше. Уже без людей, да. Ну, да, да. Просто человечество как вид должно найти форму выживания в новых условиях. Но мы, вот смотрите, мы же, мы с одной стороны представители человечества как вида, с другой стороны мы представители разума, как вот это вот природное выявление. Как представители разума, мы должны стремиться к тому, чтобы разум развивался, чтобы космос становился разумным, что, видимо, все равно к этому должно прийти, если ведь когда-то земли не будет, правильно? Солнце взорвется, раздуется, земля сгорит, и жизнь должна будет жить там в условиях, ну, как бы, или разум. Он должен как-то пережить вот этот катаклизм, да, он должен вот разум в форме вот таких неорганической жизни, он может жить в космосе, в общем-то. Ну, не нужна там земля, что искусственный интеллект будет обучаться по аналогии с работой человеческого мозга, то ведь мы еще и до сих пор не знаем, во-первых, не определились, что такое сознание, как работает мозг, как даже вот какие части, за что отвечают, вот эти все связи. То есть все это будет очень нескоро научиться. Прежде надо изучить себя, свой мозг, а потом уже обучать искусственный интеллект. То есть это дело далекого, как мне представляется, будущего. С первой половиной я полностью согласен. Собственно, вот эти рассуждения привели меня, скажем, вот к изучению механизмов мозга. А со второй половиной я не согласен. Я думаю, что мы уже достаточно близки к тому, чтобы начать строить системы, аналогичные к физическому мозгу. Почему? Потому что нам необязательно в точности копировать. Вот сейчас вот смотрите, есть очень много сил тратиться на то, чтобы понять тонкие механизмы работы. Есть программа, там, скажем, вот там маркетинговая программа, где моделируется, ну вот сначала была задача моделировать колонны, она сейчас решена. Сейчас они уже хотят до колонок, а потом они хотят дойти до человеческого мозга. Тем не менее, это там 5-6 лет, я уж не помню, насколько эта программа рассчитана. Но, на мой взгляд, это не нужно. На мой взгляд, всегда можно решить задачу более простую, но более важную. Если мы построим функциональную модель вот этой вот колонки, нам не нужно моделировать каждый нейрончик и каждый синапс из этой колонны. Можно строить модели, которые более простые, но тем не менее вполне полезные. Вот я физик, и я в Фиане бытовала такое, там вот была физика очень известных, в России, ну, значит, это, мы говорили, что вот есть ФОК, он любую задачу может свести к системе дифференциальных уравнений в частных производных и решить ее. И действительно, я читал работы ФОКСа, фантастические там решения. А вот есть, говорили, Ландау, а он любую систему уравнений, любую задачу сводит в системе обыкновенных дифференциальных уравнений и, конечно же, решает их. И действительно, есть целый курс Ландау и Лившица, где вот решена масса правильных задач. А говорили, а вот есть еще Френкель, а он любое физическое явление сводит в системе алгебраических уравнений, которые уже школьник может решить и решает их. Мне ближе вот именно мой любимый физик был Френкель. У него книжки, они там просто на пальцах показаны, как устроена жидкость, как устроено твердое тело. Решены масса практических задач без теории дифференциальных уравнений в частных и в обычных производных. То есть, вот применительно к мозгу нужен Френкель. это гораздо быстрее приведет к нас к той цели, чтобы построить некие аналоги и начать их совершенствовать. По мере того, как мы уже все глубже понимаем, значит, уже и мозг, но мы не можем понять мозг, не построив его модели. Вот просто копирование вот эти суперкомпьютеры и вычисления вот этих всех спайков, которые миллиардами там взаимодействуют друг с другом, не дает нам понимания. Понимание дают простые модели. И вот, по-моему, нужно идти по этому пути. По крайней мере, вот я стараюсь идти по этому пути. Давайте так, мы еще несколько на экране, потом сюда, потому что там люди тоже сидят. Я не согласен с оценкой размерности знаний, накопленных человечеством. Огромное количество знаний человечество должно не накапливаться, а наоборот забываться. Сохраняется знание, помогающее приспособляемости, а не помогающее, обязанное забываться. Да, они и забываются, да, но дело в том, что просто накопление знаний, они там типа так удваиваются каждые там сколько-то лет, и поэтому все равно там забыли вы или не забыли, то, что остается, всегда меньше того, что узнается. Поэтому на оценку это не повлияет сильно. Эволюционирует ли разум сейчас, или достигнут пик эволюции разума человечества? Ну, вот я считаю, что что у человечества, как у биологического вида, если говорить о человеческом разуме, то он развивается, эволюционирует, вот слово эволюционирует здесь, наверное, если это под этим подразумевается ввиду эволюция биологическая, то нет. То есть, ну, он эволюционирует, но там характерные времена очень-очень большие, а мы сейчас, вот речь идет о том, что что-то должно сильно измениться за 15 лет, кардинально измениться, и за 15 лет, конечно, никакая генетика здесь не изменится. Если говорить о разуме, как коллективном явлении, как человеческом разуме, то, да, он, конечно, все время развивается, но опять надо не забывать, что вот эти компьютеры, которые удваиваются каждые полтора года, это все-таки совсем другие времена. Если гипотетически взять ребенка, родившегося 2000 лет назад, обучить в наше время, скорость обучаемости будет в разы меньше, чем у ребенка, родившегося в наше время. Нет, не в разы. Точность и такой же. То есть, генетика абсолютно ничем не изменилась. Если взять даже не 2000 лет, а даже 20 тысяч лет или 40 тысяч лет назад, уже там генетика, то есть, человек, как вид, он не изменился. То есть, мы просто не заметим вот этого человека, если 40 тысяч лет назад возьмем какого-нибудь среднего жителя Европы, возьмем нашу среду. Ну, единственное, что вот по последним данным он, скорее всего, будет черным, поскольку из Африки все пришли. Так, зачем пытаться всем управлять, создавая искусственный интеллект? Другой путь. Создавать саморегулируемые неразумные объекты, похожие на пищеварительную иммунную систему организма. Вот это хороший вопрос, он непростой. Действительно, у пищеварительной системы есть свой, как бы, такой небольшой разум, который решает частные задачи, но просто степень разумности, как я попытался показать, это степень сложности тех процессов, которыми можно управлять. Соответственно, неразумные системы будут управлять не слишком сложными, решать не слишком сложные задачи. Если мы хотим решать все более и более сложными задачами, то по определению эти системы должны становиться все более и более разумными. Так, пока эти вопросы кончились, вот можно брать уже вот этот вопрос был связан с книгой Митио Коку, и там как раз не раз упоминалось, что особое свойство человеческого сознания это именно способность к фантазии, то есть способность многих, например, писателей предвидеть технологии на много-много лет, которые будут обгонять нынешний уровень. А вот сможет ли искусственный интеллект быть способным к фантазии и к нерациональному мышлению, то есть свободному такому художественному скорее мышлению? Да, будет, но если, скажем так, если мы пойдем по пути использования, понимания того, как работает мозг и использование этой архитектуры для, вот как основы для построения разумных машин, тогда мы будем вынуждены эмулировать эмоции, эмулировать ассоциативную память, которая и дает вот эти вот фантазии и способность управлять этими фантазиями, как вот система внимания, то есть этот мозг не должен сильно отличаться, просто пока сенсорный, вот богатство наших фантазий это обусловлено богатством наших ощущений, человек, который, ну скажем, не знаю, летал там на каком-нибудь параплане, да, у него вот есть некая система, ну, которую он может потом использовать в своих фантазиях, а человек, который не летал на параплане, он их не ощущал, он не может их использовать, у него нет соответствующего сенсорного там опыта жизненного, вот, пока у машин, вот у этих искусственных будет бедный сенсорный опыт, то и фантазии у них будут бедные, ну, или, или, может быть, богатые, но они будут другие, чем нечеловеческие, скажем, какие-то математический юмор, над которым компьютеры будут смеяться, а мы, значит, его не будем поменять. Был один такой профессор в МИФе, который математический юмор, на котором он смеялся, а мы его просто не будем. Вот, но по мере того, как эти сенсоры будут развиваться, они сейчас очень быстро развиваются и будет, соответственно, и богатство этих ассоциаций тоже развиваться. Другое дело, что они не обязаны быть похожи на человеческие, скажем, есть роботы-гуманоиды, которых стараются делать похожими на людей. Для чего? Потому что они должны работать с людьми. Скажем, японцы очень сильно надеются на роботов-сиделок и там медсестер, то есть и вообще там таких партнеров по жизни. То есть вместо того, чтобы собачек заводить, заводишь роботы и с ним там можно разговаривать, он тебе улыбается, чаю принесет. И тогда такой робот должен быть как можно ближе к человеку. Могут быть роботы для управления, вот как человек говорил, типа пищеварительной системы, для управления какими-то там, например, транспортными потоками. Можно себе представить некий мозг искусственной, да, который управляет потоками там в Москве и делает так, чтобы не было пробок. естественно, для этого все машины должны быть оснащены там компьютерными устройствами, GPS-ами, но это все уже там практически уже сегодняшний день. и там способность в Москве увеличивается. А этот мозг, он просто чувствует пульс города, он чувствует как надо всем управлять этим сложнейшим потоками и у него свои ассоциации, у него свои будут там, не знаю, эмоции не близкие к человеческому. если у него такой задачи нет. Не смысл делать роботов-философов, то есть таких, которые будут многофункциональны и будут, скажем, не только уметь рассчитывать, например, какие-то химические формулы, а могут порассуждать о литературе. Наверное, но вы посмотрите просто сколько таких философов в жизни. В античности они были, а вот сейчас как-то все нет. В основном искуспециальные такие люди. Ну, дело время по тихий час, как говорят. То есть все будет определяться, все определяется экономикой. Вот может общество содержать философов, они рождаются и их там наступают трудные времена, то наверное будут. смотрю на своих детей, они привязаны к этому компьютеру и от него не отходят. Значит, будет ли он не помощником? Сейчас для меня компьютер это просто всемирная источник знаний. Но могу ли я потом воспользоваться так, если, допустим, мне нужно будет решить задачу и он мне поможет значит и подобрать эту литературу и даже может быть зачитать ее. То есть он будет для меня как бы собеседником. Смотрите, вот мы сейчас просто долгое время к компьютерам относились как искусственный разум, это машина, а машина для нас всегда было что-то такое механическое, бездушное и так далее. В принципе мы знаем, что можем строить другие машины и мы хотим вот сейчас пойти. Мы сейчас тоже относимся к компьютеру как к чему-то внешнему. Это не обязательно будет так. Но люди делают сейчас, дети делают пирсинг. Вполне возможен какой-нибудь нейропирсинг, когда компьютер становится частью вас. То есть зашиваются всякие чипы, которые решают конкретные там. Это происходит сплошь и рядом на самом деле. Сейчас многие люди, которые слабослышащие сейчас вот эти импланты слуховые они стали уже настолько хороши, что в принципе можно человеку имплантировать и он будет слышать лучше, натуральные. Имплантируют по-моему я видел такую цифру более 100 тысяч имплантов есть. Я честно говоря сомневаюсь я просто помню эту цифру, но трудно себе представить, что это вот импланты болезнь с болезнью Паркинсона вот ее ее можно лечить вот можно в этом посмотреть в ютюбе примеры, когда вот человек вот он трясется весь, его включает вот там электрод, который базальные ганглии внедрен тремор проходит мгновенно и вот счастье на лице этого человека оно просто неописуемо как-то вот он был беспомощный вдруг он здоровый вот кнопочкой одной вот это будет сильно развиваться то есть конечно импланты значит ну так же как искусственные конечности есть которые работают именно от мозга то есть от нервов человек ими управляет есть примеры когда вот там обезьяне делали искусственную искусственный хвост или третью руку и она научалась им управлять с помощью вот имплантов и вполне обходилась там ей банан доставало там все то есть расстояние между компьютером и человеком оно не то есть общение не обязано проходить через вот монитор там и через клавиатуру с мышкой да это 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 расстояние будет сокращаться так что сближение компьютерного разума там человеческого оно пойдет еще и вот по этой линии значит прямого вот такого соединения компьютерных систем и и мозга вполне возможно что будут какие-то там усилители значит там не знаю внимания или расширители памяти или ну в общем какие-то вещи и много работ именно идет по пути вот это вот и оживление то есть как сделать бесшовно вот этот вот интерфейс между человеком и компьютером я вас понимаю но я допустим трусиха и я не хочу себе чип вшивать мне бы хотелось иметь компьютер с которым я могла бы идти вот в руках разговаривать и получать информацию потому что вживание чипа оно может привести к тому что начнут манипулировать точно так же как вот сейчас манипулируют с банковскими картами то есть могут снять деньги и ты потом не найдешь и не докажешь точно так же здесь начнутся вот эти вот как говорится и потом вот допустим есть такое понятие умный дом но стоит внести туда вирус и как все в общем сложности нарушится точно так же я могу начать действовать ну убивать кого-то или вообще себя вести неадекватно то есть это я не хочу этого чип сшивать я не хочу себя то есть мне хотелось чтобы параллельно параллельно значит чипизации что что-то еще другое нет и будет и другое ну и там и там тоже всякие коллизии тоже возможно вот последний фильм вот совсем свежий по-моему называется она очень реалистичная что вот выходит новая операционная система которая может разговаривать и которая обладает эмоционально очень эмоционально разговаривать и в общем человек с этой операционной системой он влюбляется в нее и в общем эмоционально привязывается вот и вдруг он там просто вот роман целый описан и вдруг он видит что вот вокруг-то люди ходят такие же как он тоже с наушничками тоже с кем-то разговаривают ну то есть со своей со своими телефончиками и вот тут для него открывается что оказывается эта же операционная система одновременно значит крутит романы там с сотнями других людей и для него это шок то есть манипуляции все равно мы мы работаем ну в смысле вот взаимодействие с компьютером все равно подразумевает некие эмоциональные значит переживания встряски мы хотим чтобы нами манипулировали где-то вот электронный секретарь он же нами манипулирует он говорит вставай и иди сейчас у тебя там лекция там где-то когда-то да а ты забыл об этом но 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 тебе это нужно и чем лучше электронный секретарь тем он больше берет на себя и ты перестаешь уже там значит в чем-то беспокоиться ты знаешь что тебя ведут тебе это полезно чем он умнее тем больше он тобой в некотором смысле манипулирует он говорит что теперь тебе лучше бы полететь сюда то есть он за тебя уже решил что тебе лучше полететь сюда встретиться с этим человеком а не с этим потому что по каким-то своим причинам и если он это правильно понял то это мне полезно да то есть вот внедрение искусственного разума оно может быть вот оно таким образом мягким сейчас вот тут вот это давно просто просто почти уже подошли но я хочу о самопроизводящих машинах ну у нас есть уже машинное производство вернее как то есть теория это вот фон Нейман там ее когда-то создал что да вот возможны автоматы которые производят другие автоматы свои же да и он даже построил простейший пример ну вот правда сложно и в нем разбираться сложно но с тех пор потом придумали люди подумали достаточно простые придумали системы которые самовоспроизводятся ну это если говорить про про какие-то там теоретические заделы если говорить про практику да то ну мы знаем что вот машины там на заводах производятся уже там существенной части другими машинами проектируются еще там вот людьми а вот уже производство в принципе как в принципе возможно там как только этот цикл полностью замкнется без без участия человека то возникнет такое полностью замкнутое производство где возможно копирование там в том числе машин то есть вы это имели ввиду или может вы нет я про таких не слышал я про таких не слышал но есть 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 движение такое вот в интернете можно их найти сейчас значит они это вот трехмерные принтеры да вот 3d принтеры они могут делать там массу уже вещей и вот их распространяют программы которые делают ну сделай сделай сам что называется do it yourself вот и в какой-то момент трехмерный принтер сможет напечатать все включая там все свои компоненты тогда вот они добиваются именно именно этого это движение чтобы как только трехмерный принтер вот этот 3d принтер сможет начать все все компоненты то тогда можно будет каждому человеку да дешево ну по цене расходных материалов сделать ну вот свое собственное там производство и чтобы производить там на дому массу того что он сейчас покупает не но 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 так чтобы вот это было какая-то там есть фантастические романы где это там все происходит там где происходит саморазмножение вот это вот связанное с нано роботами часто там есть такой даже серый что-ли вот такое значит это когда нано роботы начнут воспроизводиться и вот реакция вот но пока там пока здесь все это нано значит от реальные нано роботы которые размножаются это вот мы с вами потому что вот это биологические машинки это все есть нано-машинки они приспособлены к этому нано-миру они функционировали и решали те задачи вот тут просто долго вопрос в связи там как раз речь была о том что человек есть мозг и что все что он делает исходит из мозга а мозг это в первую очередь вот эти системы эмоциями и максимизация удовольствия минимизация каких-то неприятностей то есть эволюционная вот эта система она выросла из того что делать так чтобы ну не холодно строятся дома например особо не скучно строятся там кинотеатры и так далее то есть мозг и вся история человека тоже так же построена что есть какие-то запросы на них идет реакция когда вот вы говорили что экспоненциальный рост вот этот что вот в ближайшие там 10-20 лет пройдет какой-то резкий скачок человек развивался там миллионами лет а этот скачок пройдет за десятки лет так вот как отреагирует система вот эта эмоциональная которая формировалась миллионами лет и которая очень так аккуратненько там внутри там десятков десятков лет адаптировалась а тут на нее будет дана какая-то может быть гигантская нагрузка вот я поясню вот например если дать большую нагрузку эмоций например принять наркотик на следующий день ну или алкоголь на следующий день у человека возникает депрессия потому что он пережил такой подъем эмоциональный на завтра как бы такая рутина либо люди которые выигрывают лотерею они обычно очень рады буквально через неделю обычно тоже у всех депрессии возникает потому что жизнь становится такой рутиной и так далее потому что почему происходит депрессия потому что мозг биологический не может адаптироваться под новые условия. То есть он не выдерживает таких доз резких. А искусственный интеллект и все технологии из него вытекающие, они могут очень быстро снять с человека массу ситуаций, которые с ним возникают. И не случится ли так, что не выдержит нервная система человека новых условий? Просто это может произойти так стремительно, что человек просто не успеет оглянуться. То есть завтра за него будет приготовляться питание, вкладываться ему в рот сразу, или через шприц закалываться, не нужно будет работать, потому что роботы будут все делать. То есть человек окажется как на морозе в чистом поле голый стоять, и не будет понимать, что делать. Вот вы вот так вот смотрели на то, чем вы занимаетесь? Как выдержит система биологическая? Потому что биологическая, это она природой формировалась, а вы пытаетесь это протолкнуть за очень короткий срок. И непонятно, вы строитесь в этот, условно говоря, божественный замысел или нет. Готового ответа, это не вопрос, это комплекс вопросов, да. Ну и понятно, что на самом деле это, вот почему-то сейчас фантастика не берется за такие темы, а в общем фантастика как способ подготовки человечества к будущему, она сейчас как нельзя более востребована. А сейчас она ударилась в какие-то фэнтези, все на мечах сражаются. Впечатление, что человечество уходит от трудных проблем и прячется, ударяется в детство. На самом деле, да, конечно, здесь можно написать много сценариев. То есть, наверное, ответ на этот вопрос будет множество сценариев, с которыми можно будет уже сравнивать их между собой и верить в один или в другой. Но не один какой-то ответ. Единственное, что я думаю, что поскольку развитие все равно идет в рамках экономики, то вот эти эмоции человечества, которые будут, человек все равно будет заказывать вот эти искусственные всякие штучки для себя, голосуя своим рублем, долларом, что у него есть. И все это будет производиться, то есть вот его эмоциональная жизнь, она будет задействована в экономике, включена в экономику, и как-то управлять таким образом, оказывать управление на то, что будет происходить. Но то, что это будет очень непросто, это факт, особенно непросто, видимо, это будет для людей. Чем ниже уровень образования, тем сложнее будет. Потому что одно время компьютеры, они, если и носили какое-то там, если и как-то конкурировали с людьми, то это с людьми там высшего образования. Да, вот там экономисты, штат экономистов вдруг сокращался, потому что зарплату считают там... Правда, брались на работу там соответствующее количество. Не менее, исчезали целые вот такие... Потребность понижалась в людях, которые что-то считали, делали какие-то операции, которые можно было заменить компьютером. Но при этом вот простой труд уборщика, там, не знаю, там, человек у станка, его нельзя было заменить компьютером, поскольку... компьютер явно не дотягивал до тех мощностей, чтобы научиться вот такому простому труду, какому-то токарному мастерству. Это непростой, я говорю. В общем, в смысле это может быть очень сложно. Но сейчас, сейчас возможна ситуация как раз, когда будут вытесняться вот такие простые профессии, которые сейчас решаются, ну, грантами в богатых странах. Грузчики вполне могут исчезнуть, как профи... Шоферы могут исчезнуть. Вы просто говорите, что прорыв будет очень сильный, да? А примеры приводят очень банальные. Например, что... Прорыв будет сразу на сотый шаг. Нет. Дело в том, что уже на первом мы это почувствуем. А это банально с нашей точки зрения. А с точки зрения человека, который всю жизнь, значит, крутил баранку, и вдруг оказывается, что стали автомобили все без шоферов выпускаться. Ну, я сейчас огрубляю, естественно, это не сразу становится. Или человек, который вот эмигрировал куда-то там и был там. Ну, это миллионы рабочих мест просто. Вот самые распространенные, я посмотрел как-то, самые распространенные профессии в Штатах. Это продавцы, это кассиры, это грузчики. Супермаркеты, вот все вот эти. Значит, как только вот эти профессии становятся автоматизированными, да, возникает уже большая проблема, уже большая нагрузка на экономику, потому что, ну, появляются миллионы безработных. Их надо, их, конечно же, понятно, что появляются миллионы рабочих мест, которые хотелось бы заполнить там программистами всякими и другими высокооплачиваемыми, но их долго обучать, а эти уже теряют работу. То есть вот появятся, вот из-за того, что времена сокращаются, да, вот обычно в обществе, если происходят какие-то изменения, то общество адаптируется. Вот, и тем легче, чем медленнее эти изменения, а когда, ну, просто сын не идет по пути, там, скажем, отца и занимается другой профессией. Но когда это в рамках одного, жизненного, ну, жизни одного поколения, мы говорим сейчас вот такой ситуации, 15 лет, да, то человек, человеку очень трудно переучить, вот человек способный переучиваться, это обычно человек с хорошим образованием, он может поменять профессию, человек не способный переучиваться, ему гораздо труднее, значит, адаптироваться к такому миру. Спасибо вам большое. Давайте поблагодарим Сергея Александровича за столь увлекательную лекцию, вот, аплодисментами. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok